Заключительный ученый совет 2022 года. С радостью могу сказать, что мы остались в приоритете 20-30 в первой группе, поэтому университет своей позиции удержал. Добро пожаловать в КФУ! Основная цель – это привлечь студентов в активный образ жизни, чтобы ознакомились с деятельностью Куба Интернациональной Дружбы, а также студенческим научным кружком в Полимире. Что мы знаем о Дмитрии Лихачеве? Дмитрий Лихачев тесно связан и с Казанью. Так, в 1942 году он эвакуировался в Казань вместе с Пушкинским домом. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Адалина Амдрахманова. В музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Магия стекла». Она посвящена Международному году стекла и 145-летию со дня рождения Александра Арбузова. Посетители могут увидеть все многообразие мира изделий из стекла, которые позволяют человеку учиться, изобретать, исследовать, преобразовывать и украшать жизнь. Стеклянные изделия из раскопок булгарских городов из фонда археологического музея КФУ, а также труды многих ученых. Выставка будет работать до 11 марта 2023 года. Предварительная запись по телефону – плюс семь девятьсот шестьдесят ноль тридцать один ноль один тридцать. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Все подробности смотрите далее. Всех с наступающим Новым годом! Еще раз примите самые теплые добрые поздравления с наградами. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. До начала заседания ректор университета Ленар Сафин вручил награды работникам Казанского федерального университета за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. С радостью могу сказать, что мы остались в приоритете 20-30 в первой группе, поэтому университет своей позиции удержал, несмотря на то, что было архи-сложно, но тем не менее мы остались в этой группе из 48 вузов, 22 вуза в стране только в этой группе. Поэтому на следующий год у нас будет соответствующее финансирование по этой программе приоритет. Повестка заседания включала в себя два основных вопроса и ряд сопутствующих из блока разное. Членам ученого совета предстояло провести выборы заведующих кафедрами, представления к присвоению ученых званий и другое. В блоке «Разное» члены совета обсуждали вопросы о создании диссертационных советов, о вступлении Казанского федерального университета в члены ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных» и о присуждении именных стипендий студентам вуза. Вопросы, которые выносятся на заседание совета, у нас планируется каждый месяц рассматривать вопросы, связанные с каким-либо структурным подразделением, это может быть институт, это может быть управление, департамент. На первые два месяца на заседание академической комиссии мы определили, это институт психологии и образования, институт международных отношений. Дальше будем смотреть по мере того, как будет выполняться программа приоритет 2030 и какие будут возникать вопросы. В финальной части заседания был поднят вопрос о подтверждении плана работы ученого совета Казанского федерального университета на предстоящий 2023 год. Алина Красильникова, Фариз Ахитуглы, Александр Кузнецов, Универньюз. 28 декабря в Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошло мероприятие, организованное Клубом интернациональной дружбы. Как оно прошло, расскажем далее. Стремительно приближающийся главный праздник уходящего года объединяет людей со всего земного шара. Институт психологии и образования не стал исключением. В его стенах собрались иностранные студенты для того, чтобы проводить 2022 год с улыбкой на лице. Отметим, что новогоднее торжество не единственная причина. Мероприятие позволило студентам больше узнать об обычаях стран мира, познакомиться друг с другом, а также с научными кружками КАФУ. Основная цель – это привлечь студентов в активный образ жизни, чтобы ознакомились с деятельностью Куба интернациональной дружбы, а также с студенческим научным кружком в полимире. Мы специально пригласили уже профессионалов своих дел из Молодежной ассамблеи народа Татарстана Амбеддина Камолова, студента года КФУ – это Амара Хусейна, а также волонтера года Фанису, а также представители Альянса ораторства деревни Универсиады в качестве спикеров. На мероприятие собрались представители более чем из 100 стран мира. Самым активным студентам было предложено участие в мастер-классах по четырем направлениям. Развитие лидерских качеств, проектная деятельность, волонтерская деятельность и ораторское искусство. Помимо познавательной и интеллектуальной части встречи, ребята также подготовили насыщенную концертную программу. Мы уже привыкли это видеть, но другие ребята, которые приехали из других стран, они совершенно удивляются, насколько у нас в других странах богатая культура. То есть мы совершенно не знаем, например, что такое лесгинка, или как поют на арабском языке, или на партийском языке. И, соответственно, для тех, кто живет в противоположном стране землевого шара, это что-то с чем-то, то есть что-то новое. Миссия интернационального клуба КФУ заключается в сплочении иностранных обучающихся разных стран, национальностей и религий в единую крепкую семью университета. Проведение подобных мероприятий содействует оптимальной адаптации, самовыражении и самореализации иностранных обучающихся в общественной, культурной и спортивной жизни КФУ, Республике Татарстан и Российской Федерации. Карина Саяхова, Фарид Захидоглы, Универниус. Какие произведения о Дмитрии Лихачеве хранит отделы рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского, расскажет Амир Ахтямов. Дмитрий Лихачев. Российский советский литературовед, искусствовед, доктор филологических наук, а также председатель Российского правления Фонда культуры. Лихачев – автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы, главным образом древнерусской и русской культуры. Автор работ по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на разные языки. Он внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства. Круг научных интересов Лихачева весьма обширен. От изучения иконописи до анализа тюремного быта заключенных. Мы в научной библиотеке Николая Лобачевского, и у нас в руках две работы Дмитрия Лихачева. Это два очерка. Первый очерк называется «Национальное самосознание Древней Руси». Очерки из области русской литературы с 11 по 17 века. Второй же очерк имеет название «Новгород Великий». Этот очерк об истории культуры Новгорода. Стоит отметить, что оба эти произведения были выпущены в 1945 году в Москве и в Ленинграде. Лихачев отмечает, что книга «Национальное самосознание Древней Руси» не ставит себе целью всестороннее и полное освещение истории развития национального самосознания русского народа в пределах 11-17 веков. Национальное самосознание в Древней Руси имеет своими показателями не только памятники письменности и искусства. Борьба за свою политическую и культурную самостоятельность и за свое государство служит самым ярким свидетельством высокого уровня национального сознания русского народа. Поэтично и трогательно описывает Дмитрий Сергеевич свои прогулки по Новгороду. В этом произведении неоднократно касается темы мирового значения культуры Новгорода. Дмитрий Лихачев тесно связан и с Казанью. Так, в 1942 году он эвакуировался в Казань вместе с Пушкинским домом. О жизни в Казани он вспомнил в письме, адресованном казанскому журналисту Андрею Лебедеву. В письме он описывал весь путь эвакуации, рассказывая о дороге жизни. В народе ее называли дорогой смерти. Столько на ней погибло людей. Он писал, 24 июня 1942 года ехали до Казани дней 10. Казань поразила. Нормальный город с нормальным рабочим людям, приветливым и заботливым. Встретили грузовики, перевезли в здание университета, в актовый зал и бывшую университетскую церковь. Дни проходили в бесконечных поисках еды, получение пайков, справок в различных регистрациях. Но жестоко к нам была только сама процедура получения всего этого. Жители же Казани старались нам помочь, особенно когда видели, как трудно нам перейти улицу, подняться даже на ступеньку, ожидать очереди. Интересно, что на протяжении всех лет своей деятельности Дмитрий Лихачев являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. Всем известно, что КФУ славится большим количеством иностранных студентов. Университет заботится о том, чтобы студенты разных стран могли глубже изучить русскую культуру. Вот и в преддверии Нового года прошло мероприятие, посвященное празднованию Нового года в России. О том, как иностранные студенты разбирались в традициях праздника, расскажу вам я далее в сюжете. До Нового года осталось три дня, поэтому Казанский федеральный университет продолжает проводить мероприятия, посвященные главному зимнему празднику. Вот и в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась встреча с иностранными студентами. На мероприятии ребятам рассказали о традициях празднования Нового года в России. На мероприятии проходят в предвкушении замечательного праздника Нового года, собранные иностранные студенты, которые хотели бы больше узнать про историю елки, историю елочной игрушки. В первую очередь, конечно, в России, но и как это вписывалось в мировую историю. В начале мероприятия с торжественным словом выступил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Он поздравил студентов с наступающим Новым годом, а также подвел итоги работы студенческого научного кружка «Полимирия». Затем состоялось награждение активистов объединения. Действительно замечательное мероприятие мы сегодня с вами проводим. У нас в университете очень хорошо, последние годы была налажена работа по вовлечению студентов, ребят в науку, научную деятельность. Кружковое движение создавалось, перезагружалось в нашем университете. Это одна из инициатив, которая буквально полтора-два года. Это создание кружка специально для иностранных студентов, который позволял им с ранних пор вовлекаться в научную деятельность, который называется «Полимирия». Проект действительно интересный, и он направлен на ранний поиск и вовлечение вот этих талантливых ребят из-за рубежа в научную деятельность. Помимо изучения тонкостей праздника в России, иностранные студенты рассказали о том, как проходит празднование Нового года в их странах. Таким образом, участники мероприятия узнали о традициях проведения торжества у разных народов мира. У нас проходят различные мероприятия в разделе «Полимерия». В этот раз у нас будет об истории игрушек, новогодних игрушек. И мы, соответственно, будем просматривать, какие игрушки есть, используются на Новый год. И подробнее могу рассказать от моих коллег, которые здесь тоже находятся. Новый год – это самый большой праздник России, и все очень с радостью отмечают. И я хотел бы узнать о истории Нового года, откуда это началось все. И недавно я читал, что новогодние персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка, что даже в России есть город Деда Мороза. И еще русские отмечают день рождения Деда Мороза. Это вообще удивительно и очень интересно одновременно, чтобы узнать, как русские отмечают Новый год и что они делают. Отметим, что такого рода мероприятия помогают студентам окунуться в культуру русского народа. Адалина Абдрахманова, Фарид Захи Тугалы, Универ Ньюз.